всем привет и сегодня у нас новый урок и мы сегодня с вами научимся рисовать воробья я буду рис его рисовать из своей мини картинки это картинка маслом миниатюрка не так давно и нарисовала и я решила что можно на уроке нарисовать такого же воробья акриловыми красками поэтому будем рисовать по этой картинке учиться птичку в этом уроке мы научимся делать перышки и вот такой размытый фон без конкретики и так нам нужно белый белый лист как обычно простой карандаш стерочка кисточки акриловые краски и салфетки для того чтобы мыть и вытирать кисточку и так мы начинаем как обычно с того что мы делим лист по горизонтали по вертикали по серединочке и мы сейчас расположим нашего воробья можно конечно без вот этих линий но они нам помогут значит прям по самому центру практически мы рисуем круг круг и дальше у этого круга правый нижний угол мы уводим что-то подобие хвостовой такой части хвостик и головка у нас будет размещаться вот где-то вот здесь тоже еще один кружочек рисуем вот эти вспомогательные объекты помогут нам сформировать самого воробья его клюв находится на туловище не торчит отдельно поэтому мы здесь же нарисуем его клюв где-то чуть-чуть пониже таким треугольничком но сейчас это не детали это только набросочек наметка да такая и дальше мы соединим нашу голову с нашим туловищем здесь возьмем чуть чуть пониже вот эта часть у нас будет немножко взъерошенная остальные ли лишние линии мы с вами потерем ластиком или вот такой как он называется интересно так мне сын недавно сказал я вот все забываю кляча вот это интересное название кляча у меня сразу такая старая лошадь перед глазами возникает потому что обычно старых лошадей называют клячами практически наш воробей уже у нас нарисовался только клювик его сделаем клюв не очень большого воробьев маленький клюв но изогнутый такой так и наш глаз глаз у нас будет вот здесь такой виде рыбки я не делаю сейчас детали потому что детали уже будут красками ниже нашего клювика идет крылышко уходящих хвост хвосту и дальше здесь мы нарисуем такую веточку на которой наш воробей будет сидеть одна лапка и вторая лапка и крючочки только даем понять где находятся его лапки фон мы не рисуем сейчас ничего деталями не укладываем мы будем это все делать красками краски нам понадобится голубая или синяя белая зеленая желтая коричневую мы можем намешать также как и практически все остальные цвета и так у меня рабочая палитра она немножко грязная поэтому цвет не очень видно здесь есть синий желтый оранжевый белый черный и немножко фиолетового сначала мы с вами сделаем фон потому что так будет очень легко носить уже перышки самого воробья мы сначала рисуем дальний план а потом передний план и для дальнего плана мы с вами белую смешаем с голубым с синим и начнем с моментов где у нас просвечивается небо да ну якобы небо не добиваемся однородности краски а стараемся чтобы наша краска была вот с такими разводами до такими перышками укладываем краску это даст понять что нету одной тональности на заднем фоне вот с этой стороны у нас будет небо кусочек дальше мы еще сделаем небо вот здесь здесь уже чуть побелее сделаем не размазываем оставляем вот такие неоднородные и неравномерные перышки перышки небо просвечивающегося дальше промываем кисточку и сделаем с вами зеленый цвет я не знаю из этих красок какой он получится намешаем и увидим вот довольно таки яркий зеленый цвет но мы его сейчас тоже разбавим с белым картинка у нас будет такая неяркая у нас главный персонаж воробей он у нас будет таким довольно таки ярким и вот в этот же разбеленный да мы сейчас введем немножко зеленого темного такими мазок мазками можно не все все белые а всю белую часть листа замазывать краской не обязательно сейчас отдельно на виду зеленый без разбила чем больше вы добавите желтого тем ярче он будет чем больше синего тем он будет темнее и добавим вот такие я не перем перекрываю мазок вот он лег так интересно да залезаю немножко на воробья опять набираю темно-зеленый мне нужно утемнить максимально вот эту часть потому что эта часть у воробья светлая и чтобы был контраст красивый вот эту часть нужно темнее сделать чуть-чуть желтого чем интереснее будут мазки тем интереснее будет смотреться картинка еще на виду зелененького и добавлю его уже здесь вот под хвостик и под туловище ничего страшного если вы закрасите веточку чтобы мазочек интересно смотрелся лучше перекрыть веточку потом ее все равно найдем вот таким образом мы с вами готовим наш задний фон там у нас листики не прорисовываем листики и деревья да а вот такими хаотичными движениями даем понять что сзади сзади все вы знаете как фотография когда на переднем плане объект хорошо виден а на заднем фоне все расслучит и вот то же самое мы сейчас пытаемся добиться сюда я добавлю уже разбеленного зеленого не бойтесь залезать на воробья по цвету он у нас темнее чем наш фон поэтому и вот видите даже синего немножко ведут захватила больше наш фиолетовый пошел туда тем интереснее у нас будет задний фон я уже отхожу видите от картинки даже не придерживаясь цветовой палитры на первоначальном рисунке там может быть какое-то другое дерево который дает больше желтизм и вот сейчас еще оранжевый немножко вмешаем совсем чуть-чуть осень же у нас да такие вот мазочки но чуть-чуть не переборщить цвет цветом будет много цветов и будет уже какая-то пестрота еще намешаю зеленого совсем чуть-чуть и доделаю уголочки здесь делаю еще кусочек неба но в разбили большим разбили а вот этот зеленый уже увожу под воробья пройдусь там где у меня белые пустоты и сейчас возьму чистенький белый совсем чуть-чуть его испачкаю голубым и доделаю вот этот уголочек неба наш фон готов он такой несложный быстрый выполнение есть буквально пару минут и вы сделали фон и сейчас у нас будет прорисовка нашего воробья сюда еще добавим немножко зеленого и начнем с вами работу над воробьем для того чтобы получить коричневый мы в оранжевый добавим чуть-чуть синего у нас получится вот такой коричневый цвет хорошо перемешайте чтобы на воробьи не было оранжевых таких получится если не размешаете хорошо оранжевый будет на воробьишке нашим и вот этот вот коричневый цвет начинаем с головы укладываем на голову ему забыли про свет сейчас мы только темной краской работаем так и наше крыло вот здесь у него крылышки тоже стараемся не закрашивать этот участок а именно мазками накладывать и уходим хвостик наш несколькими мазками даем понять что там хвостик хорошо сейчас возьмем в этот коричневый добавим немножко черного цвета и этим черным цветом покажем теневые стороны а тень у нас под клювиком посерединке и такими вот смотрите движениями да мы делаем как бы имитацию перышек под нашим крылышком тоже будет темно потому что падает тень от нашего крыла не закрашиваем а наносим мазочками нанесли дальше пошли нанесли дальше так и немножко утемним вот эту часть обведем глазики и дальше дадим понять где наша веточка вот этим же цветом чтобы потом к нему опять не возвращаться наша ветка и еще одно вот туда куда-то уведем веточку делаю пошире промыли кисточку и начинаем работать с животиком белым цветом чистым белым прорабатываем его вот здесь вот эту вот шейку да где он семечки когда собирает затем наводим серый цвет не размешивая его полностью вот такими мазками нам нужно уложить перышки у меня видите уже зеленый там намешался чуть-чуть но ничего страшного вот такими мазками мы имитируем ему перышки такой малый воробей посветлее и ниже чуть-чуть уже будет потемнее потому что тень падает нижнюю часть и создает эффект того что там темнее перышки сейчас уже стараемся перекрыть все белые пятна и тоже не закрашиваем а такими вот мазочками имитирующими перышки так хорошо промываем кисточку и дальше мы возьмем чистый белый вот этим чистым белым нанесем еще сверху видите как краска уже просохла практически вся очень быстро сохнет краска акриловая у меня бумага еще такая толстенькая довольно и она быстренько впитывается и просыхает так немножко здесь таких перышек чуть-чуть совсем чуть-чуть пройдем по верхнем верхней части это где крылышко у нас и немножко на хвостик вот так дальше вы можете поменять кисточку я же буду этой тоненькой кисточкой верхний клюв мы ему закрашиваем белым цветом вот у меня получился довольно таки крупный сейчас я его перекрою краской а нижний клюв желтенькой потом я тоненькой кисточкой прорисую потом я тоненькой кисточкой прорисую и вот здесь немножко мы уточним форму хорошо также серой краской которую мы мешали для крылышек мы закрасим глаз внутри светлую краску белую краску смешаем с коричневый и немножко на голове делаем блики перышек немного совсем чуть-чуть и также на верхней части крылышко темно-коричневые и беленькие пятна я прорисую помоем кисточку и возьмем уже тоненькую вот у меня такая тоненькая кисточка я набираю черной краски и черной краской я прорисую ему еще раз вот этот наш глазик по контуру как будто ему там карандашом опили глаз да так что-то у меня произошло с тоненькой кисточкой этой видимо ее кто-то уже брал я возьму другую кисточку а вы можете взять блинку и прорисуем вот этот вот момент вокруг глаза мы не ставим глазик блик потому что глаз настолько маленький и прорисуем наш клюв дальше помою кисточку совсем чуть-чуть смешаю вот с таким грязно-коричневым и совсем-совсем немножко смешаю его с желтеньким который у нас на нижнем клюве вот так и наш клюв тоже немножко притянем чтобы он не был таким прям белым вот здесь пятнышко поставим имитацию носика дырочки на клювике вот так и еще обведу его головку но сделаю это такими вот линиями как перышки тоже имитацию немного совсем чуть-чуть такой нахохлившийся воробей я немножко искаженно вижу потому что я угол зрения немножко другой если я расположусь так чтобы видеть хорошо рисунок то моя голова закроет камеру поэтому возможно где-то есть недочеты но это не беда у вас конечно получится получше и сейчас я вижу что у меня внизу есть участки которые не перекрыты совсем немножко я их перекрою чтобы вот эта белесость не падала так прямо не была видна так сильно иначе такое ощущение что там что-то белое сзади есть еще раз возьму зелененького и вот здесь тоже прокрою вот эти места коричневую вот эту веточку и нарисуем сейчас еще черненького нужно добавить под хвостик имейте ввиду что когда акриловая краска высыхает она немножко становится все-таки светлее яркость немножко пропадает вот такой вот воробей у нас получается вот такой воробушек и совсем чуть-чуть беленький вот эти пятнышек сюда и нарисуем ему лапки лапки тоже возьмем черную краску прорисуем боковые полочки вверх и закруглим сделаем ему вот эти вот гоготочки раз и два потолще немножко все-таки у нас не такие тоненькие прям добавим чуть-чуть темноты сюда такими тоже перышкообразными движениями дальше возьмем серенького и нарисуем вот такие блики чуть-чуть вот так совсем чуть-чуть белого вот такой вот у нас получился воробушек у нас остались осталось еще веточка которую надо немножко выделить мы белого добавим наш коричневый и вот этим цветом делаем посередине такие мазки которые тоже имитируют и на второй веточке можно конечно нарисовать там еще и стулочки какие-то что торчат на веточке еще там ну и фантазия ваша безгранична можно добавлять от себя много всего интересного каких-то элементов но мы сегодня рисуем только воробья и учимся получать такой несложный фон и елененькой краской и желтым можно, да, скинуть пару листиков не рисуем прям листики а только такие штрижочки ну вот, мои друзья мы сегодня с вами нарисовали воробья очень легко очень просто быстро и я думаю, что не сложно поэтому, чтобы не пропустить новые видео подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик и будете узнать первыми о новых видео, которые я уже выложила на канале всем добра всех с праздником с наступающим Хэллоуином до новых встреч пока